Приветствую вас. Сегодня в нашей передаче две ключевые темы. Это саммиты ЕС, которые были в Европейском Союзе вчера произошли, и положение Молдовы. Давайте сначала начнем с этих саммитов. Они были очень важны и их ожидали. Ожидалось, что на этих саммитах будут приняты очень серьезные ключевые решения, которые позволят все-таки разрулить нынешнюю ситуацию. Однако, к сожалению, эти саммиты показали немножко другое. Для Европейского Союза, для НАТО, для взаимоотношений Европейского Союза и Соединенных Штатов эти саммиты, безусловно, дали очень серьезные результаты. Но за пределами этого сообщества, скажем, для других стран, собственно говоря, эти саммиты послужили сигналом того, что Европейские Союзы и Соединенные Штаты замыкаются в себе и в первую очередь будут решать свои вопросы. Ну, давайте коротко. Во-первых, на саммите НАТО было принято решение серьезно укрепить военные силы НАТО. На сегодняшний день в Европейском Союзе уже размещено примерно 100 тысяч американских военнослужащих. Будут дополнительные контингенты и в первую очередь будет укрепляться восточный фланг НАТО. В Румынии, в Польше проводятся дополнительные работы по установке дополнительного вооружения и размещение дополнительных групп войск. Второй момент. Европейский саммит, в рамках Европейского саммита было принято решение создать специальную группу по решению энергетического вопроса. Это будет группа Европейского Союза Соединенных Штатов. Первый результат уже как бы есть. Соединенные Штаты приняли решение существенно увеличить поставки сжиженного газа в Европейский Союз. И естественно, как обычно, в рамках энергетической политики высокоразвитых стран опять зашла речь о переходе к альтернативным источникам. Но всем понятно, что это будет не скоро и ожидается, но тем не менее, форсировать эту ситуацию. Но самый главный вопрос то, что на сегодняшний день пока ключевый вопрос зависимости от поставок энергоресурсов из России саммит не решил. И как ответ прилетела, скажем так, ответка из России. Россия потребовала или, по крайней мере, жестко поставила вопрос о переводе всех энергопоставок, в первую очередь, газа, расчеты за газ на рубли. Вот тут возникает очень интересная коллизия. Итоги, которые мы будем смотреть и следить за ними, и анализировать по мере возможности. Поскольку механизм расчета в рублях абсолютно не ясен. Наверное, ни самой России, ни Европейскому Союзу. Но есть нюанс. Он состоит в том, что глава Европейского Союза уже заявил о том, что вопрос расчета это дело частных компаний. Поскольку импортерами являются частные компании, то есть в каком-то смысле Европейский Союз немного дистанцируется от этой ситуации и перекладывает ее на коммерческий сектор. Обратная сторона этой медали состоит в том, что Европейский Союз наконец-то предпринимает существенный рывок в том вопросе, о котором говорилось где-то с 2015 года. Это единая политика в области закупок энергопродуктов. Поскольку до сих пор каждая страна проводила свою линию в этом вопросе и напрямую договаривалась с Газпромом или с другим поставщиком энергоресурсов. Но здесь тоже есть огромная куча вопросов, поскольку механизм непонятен, непонятно, как Европейская комиссия будет согласовывать с каждой страной интересы этой страны, объемы закупок. И с учетом существующих уже противоречий в этом вопросе, а противоречия были довольно серьезные, недаром мы видим отдельную политику в этом вопросе Венгрии, Германии, которые держат свою линию, не исключено, что решение этого вопроса не просто затянется, а приведет к новому витку противоречий в самом Европейском Союзе. Но будем смотреть, как я уже говорил, будем посмотреть. Вот примерно такие результаты. Ну и последний момент, который я забыл упомянуть, но который чрезвычайно важен, это то, что несмотря на призывы Украины более масштабно и широко включится в конфликт призывы к Европейскому Союзу, президент Зеленский напрямую выступал не только перед Европейским Союзом, он выступал и перед парламентом Италии. И до этого он провел переговоры с президентом Египта. Ну то есть президент Зеленский очень активно в данном случае выступает на международной арене. И по сути дела лейтмотив всех его выступлений один. Европа, НАТО должна активно включиться в этот конфликт. Я не до конца понимаю, насколько вообще политики понимают, к чему это может привести, потому что нынешняя ситуация, конечно, плоха. Я бы сказал даже очень плоха. Но что последует после прямого конфликта Европейского Союза с Россией, даже сложно себе представить. И мне кажется, что после этого то, что сейчас происходит, покажется просто цветочками. И это затронет не только Украину, это затронет и Молдову, и Польшу, и Румынию, и так далее, и тому подобное. Но пока подвижек в этом вопросе нет, поскольку генеральный секретарь НАТО довольно четко и однозначно заявил о том, что НАТО не будет вступать в конфликт с Россией. Оказывать всемирную поддержку Украине будет, но прямого конфликта не будет. Ну, будем смотреть. Поскольку есть разные позиции в рамках самого евроатлантического сообщества, скажем, президент Байден, оговорил определенные условия, при которых НАТО могло бы занять более активную позицию. Но пока это всего лишь позиции внутри самого сообщества. Официальная позиция сообщества стоит в том, что НАТО не будет втягиваться напрямую в этот конфликт. Однако суть ситуации состоит в том, что экономическая война на самом деле углубляется. На самом деле углубляется, потому что цены растут непрерывно. Более того, вот этот демарш России о переводе расчетов на рубли моментально привел к росту цен от тысячи долларов за газ до примерно полторы тысячи долларов. И не совсем понятно, какой будет дальнейший всплеск, если не будет найдено решение. Более того, нужно так понимать, что в рамках экономической войны каждая сторона будет действовать максимально жестко. То есть, если Россия сейчас перешла к вопросу о том, что необходимо перейти в расчеты на рубли, то, несмотря на, казалось бы, некую сомнительность этого предложения, по сути дела, так же, как и в ситуации с Украиной, ведь никто ведь не верил, что Россия может начать масштабные действия. Но так же и здесь. Очевидно, в данном случае Россия пытается идти до конца и довести конфликт до максимальной точки, на которой, в принципе, стороны вынуждены будут перейти на какие-то взаимные переговоры. Но это пока всего лишь обозначение позиций, потому что в действительности, несмотря на весь объемный масштаб санкций, пока эти санкции в полной мере не вступили еще в силу. Они заявлены, они объявлены, идет формирование позиций, идет формирование инструментов контроля, но по факту возьмем даже, например, такую позицию, как отключение российских банков от системы SWIFT. Даже банки, которые находятся в санкционном списке, пока еще не отключены, поскольку SWIFT – это коммерческая организация, и она, пока, пользуясь различными процедурными вопросами, затягивает отключение России, точнее, банков, попавших под санкционные списки, от системы SWIFT. То есть в течение этого года, очевидно, мы будем наблюдать формирование этого режима санкций и четкое обозначение позиций каждых сторон, обозначение не в смысле предъявленных друг другу требований, а как в любой войне, в том числе экономической, каждая страна постарается занять максимально выгодное для себя положение для того, чтобы в конечном итоге в ходе обмена экономическими ударами понести минимальные потери. Для чего я остановился на проблеме этих саммитов? Проблема этих саммитов важна еще и для нашей страны. В чем она важна? Дело в том, что если Европейский Союз и Соединенные Штаты замыкаются в себе, условно говоря, формируют свою внутреннюю коалицию, и все остальные страны начинают трактовать как внешние по отношению к себе, то понятно, что в том же самой ситуации оказываемся и мы, Молдовы, потому что мы оказываемся вне Европейского Союза и вне тех систем безопасности, в том числе экономических, которые существуют в Европейском Союзе. Очевидно, что целый ряд вопросов Молдове придется решать самой. Это не означает, конечно, что Европейский Союз не будет оказывать ту или иную помощь, но помощь это совершенно ясно, что она невелика. Например, 150 миллионов, которые сейчас выделены Молдовы, из них по сообщениям информационных агентств всего лишь 30 миллионов – это безвозмездное, остальное все-таки льготный кредит. Льготный, но кредит, то есть то, что необходимо будет вернуть. И другой момент. Мы стоим перед масштабным энергетическим кризисом в Республике Молдовы. С одной стороны, имеем требование России перейти в расчете на рубли. Очевидно, что у Молдовы с рублями проблема. А с другой стороны, мы имеем масштабные действия нашего руководства по переводу закупок на спотовые цены окончательно. То есть, если сейчас спотовые цены всего лишь частично составляют определенную долю в расчетах, то закупки через биржу всего объема газа, я не знаю, как считает Министерство транспорта, с моей точки зрения, это катастрофа для экономики Молдовы. Поскольку сейчас спотовая цена полторы тысячи долларов, давайте представим себе, что весь газ в Молдову будет приходить по полторы тысячи долларов. Сложно сказать, какая экономика вытянет такие цены, если учесть, что даже в Европе по таким ценам экономики не существует, которая бы брала газ в полном объеме по таким ценам. Но именно наше правительство каким-то образом умудряется в течение всего последнего года упорно, последовательно, с какой-то маникальной настойчивостью делать все, чтобы взвинтить цены в Республике Молдовы. У нас на канале выступал Александр Слюсар в передаче «Ломы». Суть состоит именно в том, что, по сути дела, экономикой Молдовы, как он выразился, управляет три базовые структуры. Это импортеры, сети и агрохолдинги. Ну, я бы добавил бы еще и банки, потому что по итогам первых двух месяцев прошлого года банки получили фантастическую прибыль. Около полумиллиарда лей всего лишь за два месяца. Я рад за банки, но проблема состоит в том, что кроме банков в Республике Молдовы, то есть, условно говоря, банки являются моментом, обслуживающим экономику, а не наоборот, экономика обслуживает банки, потому что экономика — это три миллиона человек. Вот как-то у нас постоянно забывают, что экономика — это способ взаимоотношения, способ жизнедеятельности всего населения республики, ну, страны. Если в стране нормально живут только банки, то эта страна не существует как экономическая единица. Ну, и по большому счету, наверное, так оно и есть. Я напомню, я уже приводил слова Виктории Нуланд, когда она оценивала перспективы России, но она выразилась не только по поводу России. Она сказала тогда, еще раз процитирую, она сказала, что у России перспектива, войдя в конфликт с мировым сообществом, оказаться замкнутой в самой себе, с группой недогосударств. А поскольку в данном случае, вот апеллируя опять к той ситуации, о которой я говорил, что Европейский Союз замыкается в себе, то, по сути дела, в каком-то смысле мы тоже попадаем в эту группу. Ну, и по факту так оно и есть. Если посмотреть все экономические показатели Республики Молдова, как экономическая единица, она мало дееспособна. Она была дееспособна в рамках предшествующей модели мирового порядка. А у нас прямо на глазах, прямо на глазах, и, по сути дела, эти саммиты, которые прошли, они, по сути дела, стали отправной точкой формирования нового миропорядка, в рамках которого все страны начнут заботиться, в первую очередь, о самих себе. Я хочу напомнить, что после 1991 года, когда начался процесс глобализации, по сути дела, было широчайшее мировое сотрудничество. Страны помогали друг другу, в первую очередь старались по максимуму открываться друг по отношению к другу. И, в первую очередь, конечно, и Европейские союзы, и страны СНГ, переливы капитала, людей, товаров, открытие новых рынков. Сейчас мы видим, как шаг за шагом происходит обратный процесс. И в этом процессе Молдова оказывается в очень сложном положении. Отсюда возникает вопрос. Я хотел в этой передаче поговорить об антикризисной программе, но, очевидно, вот на следующей неделе, я надеюсь, что в студии будут люди даже более компетентными, с которыми я могу пообщаться и поговорить на эту тему. Суть вопроса же в чем? Прежде чем говорить об антикризисной программе, необходимо понять, в каком положении находится страна. Сейчас мы еще пока не чувствуем итоги этого кризиса, который надвигается. Но все мировые эксперты, я из интереса прошелся по мировой прессе, английской, американской, французской. По сути дела, ведущие эксперты хором в один голос дружно предсказывают, что если нынешняя тенденция конфликта, глобального конфликта, не остановится, то к концу года мир вползет в очень жесткую рецессию, если не сказать кризис, который по масштабам превозойдет то, что было в 2008 году. И в этих условиях очевидно, что правительство Молдовы должно наконец-то осознать масштаб существующей проблемы, которая не очевидна пока обывателю. Все, что мы видим, исчезла там немного соль, но немножко поднялась цены. На самом деле цены поднялись не так сильно, как об этом все шумят. Они поднялись, они поднялись ощутимо, но это не катастрофа. Но очевидно, что это всего лишь первые сигналы и первые признаки надвигающейся проблемы. Люди, мало знакомые с экономическими процессами, плохо понимают, что экономические катастрофы, они всегда наступают резко. Вначале происходят только сигналы, первые как бы дуновения ветра, которые замечают, как правило, только аналитики. А потом схлопывание ситуации происходит чрезвычайно быстро. Ну, буквально в несколько месяцев, причем обвальным образом. Поэтому вот тот режим чрезвычайного положения, который на сегодняшний день ввело правительство Республики Молдовы, это, конечно, шаг вперед, но совершенно очевидным образом, что этот режим для того, чтобы управлять ситуацией, мало ввести режим. Необходимы рабочие органы управления чрезвычайной ситуацией. Но опять же сошлюсь на ту же передачу Ломы. Совершенно замечательно Александр Слюцар сказал о том, что Министерство экономики должно непрерывно мониторить цены. Мы в прошлом году много раз говорили с разными экспертами о том, что правительство не обладает должными компетенциями, не обладает должными аналитическими структурами. Но и в данном случае министерство тоже не обладает структурой, позволяющей оперативно, а, мониторить цены, и б, вырабатывать аналитически грамотные решения на экономическую ситуацию. Все, до чего додумывается правительство, это, по сути дела, крайне примитивная схема, которая состоит в том, чтобы, первое, не мешать росту цен, второе, получать деньги откуда только возможно, и перераспределять в пользу более слабых слоев или более слабых экономических структур, вроде аграриев, пытаясь так или иначе отчасти им помочь, отчасти сбить накал возможного роста недовольства. Это крайне примитивная схема, которая, по сути дела, работает ровно до тех пор, пока, а, у вас ситуация в экономике не стала катастрофичной, и, б, пока у вас есть источники, где вы можете брать эти деньги. Но, очевидно, что по мере того, как будет углубляться кризисная ситуация, а это, в первую очередь, то, о чем мы уже много раз говорили, и о чем, вот опять, извините, сошлюсь на Александра Слицаря, это продовольственная безопасность. Это ключевой вопрос, который для Республики Молдова сейчас станет категорически. Сельсхозяйственная республика, которая категорически себя не обеспечивает продуктами питания. В этом суть дела. И все 30 лет минимум было сделано. Кое-что было сделано в период правления коммунистов, благодаря чему у нас сейчас более-менее решен вопрос с пшеницей, с рядом базовых продовольственных товаров. Но в целом, в целом, ситуация абсолютно не решена, и мы абсолютно не готовы к существованию в неком замкнутом режиме. И последний момент, который я хотел в связи с этим подчеркнуть, а уже по антикризисной программе, как я и сказал, постараемся на следующей неделе уже поговорить в студии с экспертами. Последний момент. Он состоит в том, что я сошлюсь на господина Спыну, который говорил о том, что вопрос энергобезопасности у нас, в принципе, вопрос решен. Есть одна маленькая деталь. Всего-навсего это проблема цены. Ну, действительно, какие проблемы? Газ мы можем хранить в Румынии, доставлять его по газопроводу Ясы-Кишинев, закупать на бирже. Действительно, технически проблем закупить нет. Но это мне напоминает ситуацию с нищим, который стоит рядом с магазином с мясом, и у него технически проблем купить мясо нет. Одна проблема – денег нет. Та же самая история с Молдовой. Технически купить газ проблемы нет. Просто я не очень себе представляю, как Молдова сможет покупать газ по полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. Ну, очевидно, какая-то часть населения, какое-то небольшое количество структур сможет себе позволить, но в целом экономика Республики Молдова не может себе позволить такие цены. Поэтому на самом деле проблема есть. Проблема не в технике, а в ценах. И для того, чтобы покупать по полторы тысячи, нужно продавать примерно такие же объемы товаров, которые у Молдовы опять же нет. Потому что мы не состоялись как экономика товаропроизводящая. Мы состоялись как экономика импортирующая. Единственный товар, который Молдова сейчас успешно экспортирует – это рабочая сила. Никакой конкурентно способной другого товара у Республики Молдовы нет или есть, но в недостаточном количестве. Примерно вот такая вот ситуация. Итак, я в кратких двух словах подытожу. Молдова стоит перед лицом серьезного вызова. Что любопытно, что в этой ситуации для Молдовы есть очень интересные коридоры возможностей, которые открываются, в том числе по решению своих вопросов. Ну, например, я укажу только один, потому что об этом нужно говорить подробно. Например, у нас под боком, для нас в совершенно новом качестве предстает Украина. Молдова никогда по-серьезному экономически не сотрудничала с Украиной. А ведь Украина – это огромное количество областей, каждая из которых, ну, если не сопоставима с Молдовой, то близко по экономическому потенциалу. И что сделало Молдова для того, или руководство Молдовы для того, чтобы наладить серьезное сотрудничество с Украиной до сих пор. А ведь сейчас, после окончания этого конфликта, в любом варианте проблема восстановления экономики Украины станет остро. И многие вещи будут переформатированы. Очевидно, что у Молдовы открывается окно возможностей. Мы находимся в начале формирования очень серьезного нового переустройства экономического глобального, который во весь рост поставит перед Молдовой то, о чем на нашем канале говорилось в прошлом году неоднократно. Необходимо менять экономическую модель. С этой экономической моделью Молдова не выживет, или же ей будет очень трудно. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok